Итак, друзья, как сделать так, чтобы наш китайский Xiaomi Smart Band 8, вот видите, он китайский, на китайском языке, сама версия китайская, соответственно, чтобы он был хотя бы на английском языке, причем, если у вас iPhone, в данном случае у меня iPhone 11. Ну, прежде всего, нам понадобится приложение Mi Fitness, я не знаю, как на iPhone, я не часто, прошу прощения, пользуюсь iPhone, и почему вот такие задержки, когда я уже нажал, ну ладно, ничего страшного, вот еще раз нажал, ну ладно, допустим, ладно, Mi Fitness, Mi Fitness, фитнес, вот, вот это приложение, оно уже установлено, установлено, значит, просто логиньте здесь, заходите, у меня уже, значит, все работает. Соответственно, что дальше хочется сказать, это то, что надо зайти в устройство, здесь добавить, вот у меня уже добавлено устройство, но этого недостаточно, друзья, значит, заходите в профиль, и у вас не добавится Xiaomi Smart Band 8, если вы не выберете, прошу прощения, в настройках регион Китай, как видите, у меня выбран регион Китай, только благодаря этому я подсоединил, и, естественно, язык тоже сразу же становится китайским, если у вас телефон на русском языке. Так вот, как быстро сделать так, чтобы ваш, значит, ваш телефон был на русском языке, да, а Smart Band 8, Xiaomi Smart Band 8 был на английском. Надо зайти в настройки, спускаемся в самый низ, и ищем здесь вот у нас наше замечательное приложение Mi Fitness. Не путайте с Mi Fit или Zep Life, именно Mi Fitness, ну, значит, определить это несложно по кругляшку, просто это как бы у него кругляшок, сейчас я пытаюсь найти, и, о, вот, наконец, нашел. И здесь выбираем язык, вот видите, он у нас стоит русский по умолчанию, здесь мы выбираем, как вы уже догадались, английский, вот, English. Вот, после чего назад, после чего, значит, вот, собственно, и все, выбран язык. Теперь заходим обратно в приложение Mi Fit, причем-то он у меня располагается здесь, я, еще раз прошу прощения, я не часто пользуюсь, значит, вот здесь, вот оно, значит, iPhone, поэтому вот так вот. Вот, ну, и захожу в девайсы, и здесь нажимаю синхронизироваться, вот, происходит синхронизация, и давайте смотреть, все, теперь на английском языке, как видите, был только что на китайском, но смотрите, в чем плюс такой, такой вариант, у нас мой телефон был на русском языке, вот видите, русский язык, настройки на русском языке, как вы видите, а сам, само устройство на английском языке. Так что, вот так вот, надеюсь, вам видео было полезным, вот так вот, всем пока, до свидания.